Кофе Иван ушел, он изо всех сил у Митки невесту его отбивает, а он живет здесь. Неужели он сам, он так сказал? Не зарезать же он меня сюда, приехал. Зачем-то ведь приехал. Что вы такое говорите? Да, денег он не просит, правда, но да все равно от меня ни шиша не получит. Я, милейший Алексей Федорович, еще долго на свете прожить хочу, так что мне каждая копейка пригодится. И чем дольше буду жить, тем она нужнее будет. Я еще лет двадцать на мужской линии состоять хочу, так что состареешься, поган стану. Они ко мне тогда по доброй воле не пойдут, вот тут мне денежки-то и пригодятся. А в рай твой, Алексей Федорович, да будь тебе известно, я не хочу, есть он там или нет, да ну, порядочному человеку и неприлично в твой рай-то. По-моему, так. Уснул и не проснулся, и поминай, как звали, если хотите. А не хотите, так и черт с вами. Вот. Моя философия. Да на грушеньке сейчас женюсь, так захочу. Вот этого твой Иван-то и боится, потому и стражит меня. Подлец твой Иван. Какой вы раздражительный. Пошли бы вы долегли. Подлец, вот ты мне это говоришь, а я на тебя не сержусь. А если бы Иван сказал, я бы рассердился. С тобой одним только и бывали у меня добрые минутки. А так ведь я злой человек. Не злой у человека. А эскаверка. А Митьку я раздавлю, как таракана. Черных тараканов ночью пуфлей давлю, и щелкает, как наступишь. Вот так и Митька щелкнет. Канавия. Твой, Митька, твой. Потому что ты его любишь. Невеста-то эта, Катерина Ивановна, идет за него, а ей нет. Она его теперь ни за что не захочет оставить. А вот эти же люди нежные барышни любят. Кутил да подлецовано. А Грушеньку не поучить. Не поучить, в Григос обращу. Ступай и ты. Я что тебе у меня делать сегодня? Чего это ты? Увидимся ведь еще. А ты думаешь, не увидимся? Нет, что. Это я только так. Отвечательно. Значит, ты приходи. Когда-нибудь поскорее. Я уху приготовлю. Не сегодняшнюю, особенную. Непременно приходи. Я уху приготовлю. Я уху приготовлю. Я уху приготовлю. Я уху приготовлю.